так мы все запись начинается здравствуйте сергей добрый день она мы сегодня с вами решили сделать конференцию нашу встречу на интересную тему на тему наших изменений что происходит и как прорабатывать старые негативные программы потому что мы в переходе сейчас и то что мне показали последние дни было очень так интересно во сне и я хотела бы об этом рассказать людям но и заодно мы эти практики попробуем сделать с вами то есть и вы у себя что-то почистите я тут буквально на днях мне открылись эти вещи я очень благодарна вот работать в таком небольшом медитативном состоянии и параллельно можно будет обсуждать и вести беседу давайте немножко да представим вас зрителям потому что зрители на канале не все знакомы что вы композитор человек музыкальный с большим багажом уже накопленных композиций есть такой есть немножко ваше интервью на канале у юрия лира было очень интересно многие на нас смотрели так что вы уже становитесь известны постепенно я сегодня буду в роли интервью 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 ира буду брать вас интервью вот я так слышала познакомившись с вами что когда вы вот музыку пишите идет через вас поток да то есть идет энергия то идет состояние потока и когда в него впадаешь то как бы немножечко и себя в хорошем смысле теряешь получается свое я как там куда-то уходит вообще на какой-то план совсем другой и в то же время вот что я замечаю как вот юрий лир говорил кстати он говорил что надо предоставить свое тело вот этим силам чтобы они каким-то образом не настолько чтобы совсем предоставить что что ничего не соображаешь нет соображаешь все но такое интересное чувство игра исчезает и ты начинаешь растворяться в этом какое-то блаженство приходит и приходит наить и то есть приходит мысли вот делай так делай то делай это и ты думаешь ну надо попробовать действительно сделать и вот оно идет и когда проверяешь что уже сделал оказывается что все очень довольно таки даже хорошо и вот я тоже знакомое очень состояние потому что я вот кроме того что книги пишу вот картины я тут повесила как раз надо но вы то есть также также пишите да получать кораблик да я также пишу картины по принципу вот идет поток я пишу и дочь спрашивает мама нарисуем не работу ну в художественной школе я рисую значит акварель часа четыре рисовал она подходит говорит ой как хорошо как быстро давай следующую я не могу так много в один день идёт поток для определенного какого-то вот проекта мероприятия книги там какого-то вебинара вот сегодня случайно получилась вот это наша встреча с вами это очень здорово потому что много смогут люди я подумал о том что очень хороший обмен когда не просто ты вот в роли какого-то наставника когда люди обмениваются этим опытом творческие очень интересные проекты полезные ну и вот накануне буквально вот этих событий сейчас же у нас идет вот этот переход пресловутый о котором все говорят да вот об этом как вы как переход на себе когда началось что стали ощущать и как он у вас протекает человека ну знаете какие ощущения интересные в последние вот несколько недель буквально неделя-две то есть я ощущаю какую-то свежесть то есть до этого у меня было чувство что как-то у меня энергия немножко застоялась что ли нужно что-то сделать я должен какой-то духовное усилие над собой сделать чтобы поменяться то есть не то чтобы просто перейти а именно вот как-то она все начало на меня добить угнетать что-то вот все надоело все не то все вот как-то вот что-то от меня хотят а я как-то что-то хочу еще как будто вот но при этом пришло такое вот осознание что нужно смириться как бы и в себе все самое лучшее сохранять и приумножать вот и у меня была недавно встреча тогда поделюсь пользуясь случаем вот как знаете то что меня еще больше поменяла меня по работе вызвали как бы я уже может быть в отпуске практически но вызвали там внеплановая была встреча я был свидетелем такой сцены в общем девушка которая не видит она поступала в институт музыкальный то есть колледж музыкальный на вокал вот и как бы ну казалось бы да сколько мы бывает слепых видим в жизни но знаете какая сила духа в этого человека было и как она с каким она это я еще в интернете посты выкладывать из представляете люди живут и люди цепляются за жизнь и люди настолько вот как-то не приспосабливается что я был до глубины души поражен а ее отец рядом сидевший как бы со мной так нормально беседу все и когда он ее проводил за руку они ушли оказалось что он полностью слепой короче но он себя позиционирует настолько что он как будто вот он зрячий да он зрячий он на меня смотрел я даже не понял что он слепой представляете я просто меня это так проняло что я вот я и так то сам по себе ценю жизнь и бога благодарю всегда но так чтобы вот я увидел вот в живую это не не как в фильме вот знаете когда видишь там как бы то пронимает да а тут живьем видишь людей которые с такой огромнейшей силой духа живут годами десятилетиями ничего не видят только вот свет или темнота у них вот только так и все и они еще и планы строят еще что-то делают и я так на себя подумал о себе что какое право я вообще имею там что-то там даже жаловаться хотя в так то не жалуюсь никогда всегда в духе вроде всегда все хорошо но даже в последнее время давила это начало давить да и тут я подумал что какое право имею вообще так вот богом тебя роптать да что-то и у меня знаете как вот как шелухар с рукой сняло я думаю бог специально дает какие-то ситуации каждому человеку свои где-то а я еще до этого просил как бы мысленно думаю боже дай мне что-то чтобы я вот чувствую что что-то должно поменяться но чтобы я без всяких травм без ничего я просто так сказал я до этого ногу ломал просто три года назад что-то после перелома ноги я уже ничего не хочу ломать я уже просто говорю просто как-то можно вот так вот в мягком режиме просто на мне чтобы я осознал что-то не представляете вот такая сцена была я светил но мне этого хватило чтобы прям как будто перепрошила меня вот я смогу буквально накануне да буквально накануне я тоже прямо это почувствовала вот эту энергию очень сильно и она выражалась том что люди входили в конфликт и страдания какие-то вот те люди с кем я встречалась тот период мы поехали отдыхать были конфликтные ситуации то есть вроде как из ниоткуда возникшие ну и потом я в общем-то поняла что мы эти ситуации же сами создаем наше подсознание и когда я после приезда когда я приехал на алтай была возможность погрузиться там в ледяную котуне у меня муж пошел окунаться а я думаю ну я просто рядом постою потому что вода ледяная я в общем-то не планировал туда заходить и когда я шла по мосту я попросила у духа реки чтобы дух реки забрал мою негативную какую-то энергию накопленную что-то и представляете я буквально только попросила и спустились к реке получается и она как ответ не пришел то есть я стою реки и зашла ногами в воду думаю ногами туда была в сарафане белом не планировала купаться и мне вот прямо дух реки говорит заходи и он про меня вот так позвал и это было такое невероятное ощущение я зашла погрузилась это было просто мгновение мне совершенно не было холодно я вышла оттуда вот обновлю вот как в горной реке она там никто не купается река горная котуне она очень такая бурная там большие пороги люди даже гибнут которые сплавляются то есть как бы очень серьезная река и купаться там невозможно потому что тебя просто будет сводить ноги и ты только можешь холодная да очень она прям вот сбор стекает вот как вот есть такие же в индии вот эти вот истоки реки гамги вот тут такие вот они тоже горные огромные потоки и вот бирюзовая катунь да она очень я ее выложила вот на ю тубе у меня есть она очень красивая голубая прям зумрудного цвета это уникальное явление природы на алтай у нас то есть что приезжайте посмотрим как вы туда забираетесь только вот от нас а туда ну туда один поезд поезда почему нет где-то недалеко до живете не так сильно я живу недалеко я же живу в сибири в кузнецке а горный алтай от нас находится на 400 километров а ну это здорово от нас побольше у нас недалеко но люди со всех сторон мира и россии приезжают туда и много-много приезжих потому что очень известная такое считается сибирская шамбала там находится вместо богов посвящения но это правда ощущается я надеюсь и да и вот получилось что очень долго мы не могли там снять номер и приехали не забронировав и ездили искали и все было занято то есть очень много народу я думаю господи уже помоги нам куда-то в нормальное место попасть соответствующий нашему вибрационному уровню и вдруг такая надпись я не знаю кто написал плакат написано бог есть я думаю какая прям надпись то есть не реклама такая вывеска я думаю ладно сейчас точно нам бог поможет и тут смотрю часовенка стоит над горой тоже часовня и мы короче говоря попадаем в очень хороший номер хорошей женщине она сама собственность этой гостиницы вот и когда мы пошли вот окунаться окунулись вот этот дух реки он просто вот я его услышала так сильно была такой поток и вот после того как вот эта перезагрузка в ледяной воде происходит ты выходишь оттуда и ты действительно происходит какое-то действительно стирание я на святой источник людей вожу мы там окунаемся в купель и вот такое стирание старой энергетической программы и новое начинать но она же только физически надо же ментально очиститься я значит приезжаю домой и мне приходит на ум а у меня последнее время из окружения выпало большое количество старых знакомых тоже каких-то друзей они как-то вот ушли в свои какие-то жизни и проекты и я это очень болезненно ощутила то есть мне было грустно печально потому что людям привязываешь но какой-то знаете вот отхождение старого я стала обращаться и мне снится такой сон необычный мне показывают что короче время она как кончается и вот дверь как будто закрывается но дверь ним не закрылась до конца и и открыла какое-то существо и заходит в наше пространство чем они человек но существо я не могу даже назвать ну какое-то существо и это существо олицетворяет собой время как кармическое предзнаменование что время кончилось и все пришло время ну типа платы по счетам и вот это вот существо она была с на ну с таким с мечом или с ножом и прям вот подходила и перерезала горло людям которые вот их время уже все у них его нет они как заканчиваются существование и такой был сон я не скажу что мы какой-то страшный темный он просто был ну как вот какой-то как знаковый да как знаки как сюрреализм какой-то что вот заходит это существо и я не могу закрыть дверь и я никак не могу ему помешать то есть это не в зоне моего воздействия и она это существо осуществляет свои деяния скажем так вот и после этого я проснулась и думаю и вот у меня тоже возникли такие мысли на тему что вот столько лет десять лет труда большие проекты они завершаются люди уходят ты опять на новых ну то есть энергию должен находить тоже вот всякого рода такие пришли мне мысли и я села прописал это на листочке что вот меня беспокоит что волнует вот можно даже вот сделать практику как вот письмо творцу дорогой творец создатель всего сущего вот кому хочешь обратиться вот ты можешь прямо написать я я верю что ты создал меня как изначальную радость вдохнул меня творчество дал мне дар создания я не знала тогда что за все мы платим своим временем дал мне время на это воплощение чтобы я создала свои книги центр проекты дал мне возможности учителей и я поняла вот в этот момент что я своим временем тоже плачу то есть вот оно время приходит да и мы за него платим и мы должны осознавать как за что мы платим а куда туда ли мы это время расходы ну то есть правильно ли мы его скажем или базарили где-то или мы там протратили зря вот я села написала и в этот день я была на даче и поехала я в магазин там строительный думаю куплю покрашу у родителей крыльцо красный красный и купила банк краски она не написано 555 вот как это пятьсот пятьдесят пять я говорю продавцы говоря это что у вас за цена такая интересная она говорит ну вот не знаю пятьсот пятьдесят пять я думаю 555 внутри три пятерки короче я беру банку приезжаю но все это у меня этот день были вот сильные трансформации я хорошо что была на даче вместе силы но никого нету ты как с природой можете это преодолеть лишних вот помех вот и я начала красить крыльцо половину крыльца окрашу и думаю а сейчас она высохла и я вторую докрашу думаю сейчас я докрашу и как вы знаете остается одна дощечка и ты перешагиваешь на покрашенное место ну и чтобы докрасить то место я остановилась и думаю и вот последний дождь дощечки у меня видно какой-то процесс запустился то есть типа аффирмации что вот я сейчас докрашу и перейду и у меня пошел какой-то мощный процесс и я понимаю что мне надо так тщательно закрасить вот эти вот там места где дерево там не прокрасилась и что вот чтобы перейти надо тщательно это закрасить идет какая-то такая информация и я крашу и тут у меня слезы побежали что вот наверное вот это как моя жизнь что вот она была вот такая недокрашенная а теперь вот я ее сейчас раскрашу и она красивая ну то есть это вот пошел какой-то ментальный процесс и когда я перешагнула и вот все как мгновение вот процесс перехода поменялось да все ощущения в моей матрице как будто вот он произошел это вот буквально час занимал процесс вот вот этого моего какого-то перехода и что интересно что переход он же не так что ты раз и перешел раз он перед происходит на ментальном плане на физическом на духовном на всех уровнях происходят изменения я приехал домой и думаю надо мне а из ту ночь мне приснился сон необычный что я нашла машинку швейную а в ней золотые нити и машинка действует а нити прям золотые вот из золота сделаны я думаю какие необычные нити машинка шьет золото да и она мне говорит да это вот ее уже она не нужно там людям которые уже ею воспользовались можешь взять ее себе и сшить свой проект 6 свой проект она мне говорит а я думаю вот я сейчас ее возьму но имели я право взять ее но наш чья-то она говорит вот я позвоню сейчас прошу она позвонила и как ей разрешение дали она мне и дают я беру эту машинку думаю теперь вместе машинка которая шьет золотыми нитями я проснулась какой необычный но как метафора да тоже сна а потом в конце этого сна какая-то другая женщина мне сказала чтобы там лежит коробка с камнями тебе надо пойти и забрать эти камни а я думаю почему-то камни какие-то простые речные камни а потом проснулась думаю это как время кидать камни время собирать время камни собирать вот это к вопросу о том что вот как у вас возникло да что столько трудишься все что-то от тебя хотят а вроде как а тебе-то что-то вроде тоже же иногда хочется и каждого свои какие-то аспекты там не знаю я вот отдохнуть хотела вот как-то так а куда хотели и не получилось поехать потому что ну так сложились испытательства вот я приехала ну по-другому сложились хорошо тоже но немножко не так как ожидал и я вернулась когда домой и мне звонит бывшая моя скажем ученица клиентка наргиз она мне говорит давай проведем вот медитацию связанную с короче говоря со старыми программами ну и мы случайно с ней стали делать в итоге медитацию и меня натолкнуло это на мысль что вообще людям сейчас всем это надо сделать у меня буквально за три дня несколько человек я с ними делал эту практику разного рода который сейчас мы с вами сделаем чтобы люди могли тоже сделать потому что я поняла одно я вошла в переход я это ознаменовала ну допустим вот это краски да и там что я крашу у каждого своя может быть метафора да что вот например я сейчас вот что-то вычищу своем пространстве или что-то лучше и тоже постепенно перейду то есть как было такое заявление во вселенную ну да вот и когда мы это заявляем вы должны понимать что у нас за спиной есть не проработанные какие-то тоже личные программы они как правило идут из рода из рода в род мы с ними вообще живем если не знаем что они у нас там есть а как только начинается кризис нам надо эту программу осознать вот какая программа мне открылась я вот хочу на вас сегодня потренироваться и что вы тоже делали мужчин какое-то в общем сделала я три таких сессий с одной девушкой мы увидели что там огромные страхи и пожар и какие-то катастрофы то есть вот у нее в семье там постоянно какие-то вот такие катастрофические ситуации у другой девушки увидели мы криминал то есть были очень много родственников которые занимались какими-то ну делами связанными с заработком денег не всегда может легально или что то и сейчас это прям ударило породу сильно то есть они попали в ситуацию криминальную где они не виноваты но их там им приходится и и расхлёбывать и мы делая это короче суть медитации такая что ты закрываешь глаза представляешь себе вот свой рот со стороны матери или отца короче кого видишь вот давайте мы сейчас с вами попробуем можно перед этим скажу вот я хотел по поводу времени вот у меня в последнее время очень обострилась чувство времени то есть вот уже несколько месяцев я хочу сделать максимально много пользы вот что-то вот и для себя и для окружающих конечно то есть чтобы время вот не прошло зря вот всегда это даже например какие-то малейшие вещи вот запланируешь что то 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 если что-то не успеваешь аж начинает это немножко как-то вот ну вложить потому что думаешь ну как же я вот упустил вот то есть надо вот еще вот надо бы прям каждую минуту то есть рационально используют у меня вот такой вот сейчас что-то происходит как бы оно и было но сейчас вот она действительно ну да вот и показали что время как схлапывается то есть уже нет его практически такого у нас потенциала чтобы мы тут жима раз да и всячески тут занимались чем хотим то есть пора бы уже и короче вот она получается как-то по-другому стало течь оно раньше текло это даже от возраста не не зависит хотя вот восприятие мне кажется от вот этих процессов и получилось что несколько человек я же как практику веду люди приходят разные несколько человек причем я с ними сейчас не работаю как вроде как уже не работаем а у них процесс протекает они мне звонят пишут что вот то 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 происходит и я вижу такие события они бы я бы сказала трагически пугающий ну например девушка попала моя клиентка в аварию где ее машину полностью смело но она осталась живая и она сохранила жизнь девушки впереди стоящей в машине в маленькой беременной на третьем месяце ребенком то есть благодаря тому что ее машину камаз вот так замял жизнь ребенка сохранилась и для меня это она говорит это что такое происходит а я понимаю что это вот таким образом бог ее вот поставил в эту ситуацию что благодаря ей и она живая и ребенок остался жив я про то что такие происходят события и она осознает свои какие-то уроки свои вещи личные да вот и я говорю ей говоря с ней общаясь я говорю слушай это кончается время вот это прошлое время когда нужно рассчитаться за что-то вот ты таким образом там машины рассчиталась за что туда кто-то там другие свои какие-то проходят уроки вот как вам показали экологично то есть вот посмотрели слепые да я поэтому мне этого хватило то есть я вот представил себя на месте нет с одной стороны сергей очень важно позволять себе все равно это прожить если эмоция возникла мы не должны чувствовать себя что вроде как некрасиво вот думать о деньгах или там думать о чем-то таком вот вроде люди страдают мы должны прожить тот как мы это ощущаем есть откровенно сказать творцу да я так чувствую помоги мне в этом разобраться помоги мне понять причину вещей и когда вот я начала задавать именно так вопросы зачем мне это дается не не что я там вот ой как это печально бедно несчастно а как это преодолеть как вы не за что для чего да выйти как вот в этот переход в новый виток развития мы получается ходим по кругу из не просто из года в год из жизни в ходим вот так по кругу с целью получить другой результат а у нас получается со всех сторон нас просто сдай вот эту энергию с нас потому что мы ну изо дня в день какую-то программу дублирует но и вот очень интересно было увидеть родовые программы потому что каждый может это сделать сам то есть надо представить закрыть глаза родственников предков ну то есть представить родка матери или отца так ну что продолжаем да нашу беседу вторую часть и хотелось бы мне еще рассказать интересный опыт который произошел вот с вашей музыкой пробуждения вы мне дали любезно пожалуйста и я решила сделать такой эксперимент ну как опыт у меня была группа и семинар я проводила и в этом семинаре я решила использовать необычные там эти медитации которые я включаю традиционно я бы сейчас мы с вами послушаем музыку авторское пробуждение сергея креницкого и хочу вам сказать что мы с вами будем возвращаться в состоянии изначально радости и мы возвращались во внутриутробное развитие как бы мы отмотали годы да и получилось что мы отмотали годы и музыка играла ровно столько чтобы человек попал туда до рождения на планете земля был такой необычный опыт и когда мы отмотали ты слушая музыку можно ее дать вот людям смотрят конечно конечно после ссылку сделаем да вот короче слушай эту музыку сделать можно такое удивительное упражнение до путешествие я потом у меня возникла мысль как эту медитацию сделать я все думала как сделать и когда мы отматываем годы допустим там человеку 40 лет там 35 20 он видит себя в детстве под эту музыку потом он приходит состояние ребенка когда он был грудный но и когда эта мама кормит приносит с роддома то есть какие-то моменты они сами автоматически всплывают под эту музыку мы отматываем время и попадаем в точку рождения когда человек только приходит на землю и вот этот момент вот как вы сейчас сидите у вас на фоне эта планета да и вот ты сейчас можно сказать вернулись в то состояние которое было изначально когда вы сюда шли но только это было под музыку и вот как вы себя чувствуете если вы представите себя что вот ваша душа можете да закрыть глаза представить ваша душа сейчас готовится только прийти вот она видит планету мир она знает что ей придется проживать какие-то свои уроки какие-то свои там может быть ощущение я понял я вам скажу как я в последние вот пару дней когда вот это произошло у меня перри перри осознание я стал чувствовать как будто я заново родился мне такая радость хотя я не помню какие чувства были когда я родился но я примерно помню ощущение в детстве какие-то когда в глубоком детстве так сказать радость такая бесконечная радость какой-то все такое свежее все такое непознанное свежее интересное то есть вот то чего вот обычно люди мы не испытываем в рутинной до нашей жизни как-то все притупляется а тут вот я стал это чувствовать как-то и так радостно становится когда какие-то практики делаешь тоже медитативные в общем короче я вас поздравляю вы уже тоже перешли серьезно покрасывания крыльца увидеть у каждого свой ритуал да и вот сейчас когда вот я вот это говорила и говорю вам и у меня идет вот эта информация что вот вы сейчас такой как вот вы вот над этой планетой и вот сейчас да и вот вы в это состояние сейчас закройте глаза и попробуйте просто прочувствовать какое было ощущение когда ты смотришь вот вниз на землю и ты знаешь что тебе тут предстоит и ты это ощущаешь узнаете какое-то такое великое ощущение и музыку сразу слышу красивая сразу сразу слышу в этот момент вот дает самый последний вот эти вот аккорды или как вот раскрытие вот этой музыки и композиции это и у меня люди просто вошли в какой-то изменённое состояние сознания и потом мы закрываем обратно глаза и быстренько возвращаемся в свое вот это тип типа регрессии уже делаете что-то такая неглубокая так скажем да цель была такая помнить изначальную радость пробуждение путь пробуждения у меня дошло месяц ходила с запросом с этим 100 как музыку то представить суть пробуждения возвращения в изначальную радость когда ты был душой ну то есть готовы вот и это и есть пробуждение вот что мне открылось мы пробуждаем через это восприятие прожде ну вот в том изначальном состоянии вот это это очень глубокая вообще вещь и я очень хочу чтобы вот сегодня мы когда разместим видео да чтобы люди включив эту композицию это будет ваш такой подарок миру не только они послушают и они пускай это вот просто представят как они были детьми как они рождались как они приходили и здесь не надо даже каких-то больших психотерапевтических данных каждый человек по-своему увидит и произойдет возврат в то состояние которое нам нужно вспомнить это очень важно а вот хотел бы извините перебью хотел бы спросить а вот что с этими людьми там произошло вот я вас перебил вы не договорили которые которые до изменённое состояние чем это закон да когда закончилась композиция двое человек которых очень травмирующие были детские истории но я так могу сказать больной печальный жизненный опыт они так сильно плакали потому что они были не хотели их там семью принимать кто-то нежеланный был ребенок и самое главное что они прочувствовали что когда они шли на землю вот в этой этой душой они все равно были изначально радостью только потом их не захотели принимать когда уже родители душа же знает что она и да да и их души они это увидели это был такой какой-то прогресс огромный поэтому ваша композиция уже прям вот изменила жизнь на семи десяти людей точно это для меня большое счастье поэтому я возникла мы должны как-то провести эфир потому что люди должны тоже больше узнавать и пользоваться не просто вот слушать для души а делать практики погружения свое сознание в свой внутренний вот этот мир и сами себя исцелять потому что мы владеем всеми инструментами исцеления на самом деле не надо никаких психоаналитиков сильно кстати пользуясь случаем свои пару мыслей хотел бы сказать по поводу нашей днк вот про петра горяю вы наверное слышали конечно да вот сейчас я недавно дала до недавно ко мне пришло письмо от моей тети как она написала что ей очень помогли матрицы горя его все 55 лет вот значит там она избавилась от кучи там своих каких-то болячек и в общем рекомендовала очень а я как-то до этого немножечко насторожен но думал мушки то подделки там в интернете мало ли что там есть там просто кто-то это но то что она прислала мне я потом рекомендовал своей тёще ей тоже стало легче и вот на основе того что им уже стало легче и вот я сейчас сам стал как-то слушать и рекомендовать тоже поэтому тоже пользуясь случаями идет идет вибрационный очень и вот к чему я это говорю то что наша днк слышит нас каждое слово речеподобно да не случайно вот эта практика с аффирмациями она когда у меня и родилась после прочтения книг горя его после его работ где он пишет что речи по программируемая днк речи подобное то что мы произносим мы его загружаем я стала работать по этому принципу благодаря вот горя его тогда был еще живой и я хочу сказать что конечно этот человек он дал волновую генетику как изменить вот днк на уровне то есть волновые антибиотики уже были известны до всех вирусов и всего остального и мне кажется что конечно же ну просто человека ну как говорится ну просто его убрали избавились от него потому что это такая душа великая что он однозначно попал в очень светлые миры и он оставил этот вклад в мир огромный просто безусловный и я считаю что конечно вот вот ну вот та музыка которую вот через вас мы обязательно запишем вот такие проекты и медитации и про книгу я думала потому что когда это наложено на слова допустим есть слова такая матрида идет эффект вообще глубинного нлп и когда человек погружается в измененное состояние сознания почему говорят нельзя ходить к непонятным там гипнологом тарологом то есть человек уже сам попадает в транс и ему устраивают все что только не пожелается да как наше телевидение поэтому конечно надо ну в очень экологичном у меня был просто семинар подходящий эти люди уже давно ко мне ходили и мы уже такие глуби глубокие у нас отношения хорошие что они расслабились вошли вот в это состояние и вот это пробуждение это изначальная радость была открыта просто как какой-то подарок то есть и наша главная задача изменить шаблон от искаженного вот этого всякими там дефектами нашим обществом вот то что нам встраивалось на вот этот изначальную радость чтобы мы соединились с источником и нам меня мешают вот эти родовые программы которые я вам хотела я хотел бы еще добавить то что не зря же вот написано даже в священных писаниях что вначале было слово то есть получается от слова все действительно но не просто какие-то слова да вот как сначала было слово сотворение получается участвовать это слово волос или велес это все изначально это все вот матрицы из нашего языка слова означает велес то есть слово логос велес это все один семантический семантический семантическое ядро и когда мы говорим вот волосы да говорят космос космос связь космоса волос волосы срез волоса это энергоматричная тоже структура она записывает всю нашу днк поэтому мужчине богатство рода борода и мы ее сбривают но я вот не до конца побрился сегодня интуитивно богатство рода женщина считается который стрижет тоже лишает себя вот этой энергии они даже знаете как мужчина могу сказать просто женщины которые без волос то есть например как у меня прическа так есть такие то есть они они вот для мужчину они по большей части но не привлекательно это как будто какой-то мужик я реально я не в обиду просто кому-то идет есть вот единицы там женщина раз-два которым идет эта стрижка я не хочу никого обидеть но в основном как бы по большей части редко кому это идет то есть это единичная была очень травмирующая ситуация в детстве когда у меня умер маленький братик у мамы а я маленькая была мне было пять лет и у меня началась резко ветрянка так я перенервничала это все вот у меня на глазах и мама меня на лысо обстригла вот так очень ну как попало быстро и некогда было у нее трагедия конечно на меня а меня она прям вот так обстригла и у меня что-то такое случилось с тех пор что у меня такая есть фотография даже где я вот такой прическа как вы говорите и с бантиком это ужас и я вот с тех пор прямо для меня стрижка это что-то такое страшное полезное да потому что мне вот взяли отрезали были длинные волосы пять лет девочка да и мне взяли все это срезали я это прям помню как что-то такое очень меня прям до физических ощущений когда меня стригут я говорю так вот только чуть-чуть ничего не трогать только только убрать не могу да понятно именно вот что вот связь есть ну вот смотрите если породу вот что хотела еще дать обязательно наши зрители кто будет смотреть сделал это очень классная практика сейчас попробуем с вами сделать прямом эфире ну как вот нашим до эфире а потом люди сделают а вот пожалуйста закройте глаза попробуйте настроиться сергей на свои энергии родовые и посмотрите за спиной у вас стоят родные предки по матери на линии по отцовской кого вы видите ну имеет можете вслух проговорить видите предков но может быть каких-то людей которые стоят у вас за спиной есть такие но есть как бы до родителей получается слева мама справа отец за за мной левая сторона женская да вот правильно вы видите слева матери на сторона справа мужская сторона и вот смотрите теперь будем вы говорили наруш Gmail что сейчас вы попробуйте вспомнить а вы говорили что вот это ощущение чего-то мы не будем подробности вдаваться ну чего то как них подкида что так не хватает но но все приходится отдавать а вам как будто чего то не хватает подумайте внимательно посмотрите кто из предков из родственников дает вам эту программу нехватки. То есть кто-то из них передал вам, ну вот, может быть, тоже люди старались, трудились, но не сильно много, может быть, там зарабатывали, кого-то раскулачили, у кого-то что-то отобрали. А, ну я понял, кто. Я понял, кто. Идет информация. Мурашки пошли, и вот образ моего дедушки, который вот со стороны мамы, он еще жив, но он развелся с бабушкой, и он как бы такой вот, ну, как сказать, вел образ жизни, в плане семьянина он был, конечно, ну, больше как-то безответственен, там вот, как-то вот такое бабушка рассказывала про него. Но я его как бы не отвергаю, потому что я знаю, нельзя отвергать. Да, вот он сейчас, вот смотрите, он через него передается вам программу, посмотрите, в виде какого-то шара, какого-то информационного послания. Через него это уже в вас есть, то есть он передал вам какую-то программу, может быть, не хватает, вот какой-то нехватки любви, или там, что он вам передал, попробуйте прочувствовать, какая информация от него пришла, может быть, одиночество, может быть, отсутствие связи с родом. Так, сейчас, секунду. Ну, какая-то вот суета идет, что вот это тоже. Короче, бесмысленное прожигание времени. Ну, не то чтобы, нет, знаете, я время очень много чего делаю, просто у него... Так, сейчас, что от него пришло, сейчас, секундочку. За что вы платите по своим счетам? Так. Ну, четко вот, не могу ничего увидеть, четко, но сейчас, может быть, информационно пойдет что-то. Ну, может быть, знаете как, вот в любом случае его деструктивная программа, она вами... Да, ну, то есть она как бы есть, потому что он же в моем роду. Да, вот вы ее сейчас, вот скажем так, увидели перед собой, то есть вот вы в ладонях ее держите в шаре, да, вот эту программу, ДНК, вы этот опыт уже прожили, только вы его трансмутировали, допустим, вы стремились музыкой, улучшили жизнь свою, там, не прожигаете ее, то есть вы ее как эволюционно улучшили, да, эту программу, и теперь вы можете просто сейчас повернуться назад, вернуть ее в измененном состоянии, то есть сказать этому предку, что я благодарю тебя, я этот опыт прожил, я его эволюционировал, потому что он, может быть, тебя когда-то недолюбили, когда-то что-то тебе недодали, я тебе возвращаю этот опыт с любовью, он мной осознан, я тебя благодарю. Сейчас попробую. Да. Я, кстати, какой-то шар такой и увидел, какой-то такой темненький шар такой. Да-да-да. То есть эта программа, она вот у вас в жизни, как она вам может мешать невербально, то есть вы о ней не думаете, но она проявляет себя. Осознательно. Да, и вы ее сейчас просто вот как бы исцеляете музыкой. А как мне отдать, прям ему нужно или как? Ну, вы мысленно попробуйте представить, что вы вот ее, можно сказать, осознали, да, то есть вы ее прожили, и теперь вы ее наполняете, может быть, какой-то музыкой, музыкальная композиция, какая-то энергия, которая вот эту вот темноту преобразует во что-то светлое, чистое и прекрасное. И вот теперь вы это ему с любовью в благодарность возвращаете, что все, я это возвращаю, спасибо тебе, я перехожу в новое измерение, в новую мерность, да, и моя мера осознания становится другой, а твоя мера осознания прожита, то есть вот как вот возврат назад, и род благодарит, то есть кто-то должен прекратить вот эту там нехватку, нищету, там, недостаточную любовь, бедность, страдания, боль, то есть вот все, что они нам болевое передали, все родовые каналы, да, мы сейчас им возвращаем с благодарностью. Как-то вот, да, легче становится, вот сейчас верну, я мысли образно. А он принял? Да, мне идет. Принял, да? То есть вот ты есть та фигура рода, которая воплощается, чтобы исцелить род, исцелить вот эту какую-то родовую программу, идущую из глубин. У кого-то много этих программ, у кого-то нет. И вот именно мы можем, и я, знаете, что увидела? Я увидела, что я через левую сторону не принимаю деньги, которые мне приходят с работы, допустим. И я считаю, что, как, я их не уважаю, я считаю, что это какие-то маленькие деньги, там, вот такое у меня с финансами вылезло. И мой род, который вот был расплачен, у них все отобрали, они там все зарекались, что не будет никакого имущества. Дедушка был начальник планового отдела ВД-30, но он ничего себе не позволял. Говорил, вы мещане, там, ковры никакие нельзя покупать. То есть вот такое все было очень в роду. А сами были зажиточные очень крестьяне, то есть все было, мельница, там, куча скота. А потом все это, естественно, было разобрано, и род был, как бы, скажем, обделен. И вот я вдруг вижу, что они стоят у меня за спиной, мои вот эти предки, бабушка вот эта, которую раскулачили. И я, как будто бы, не беря деньги, не даю им в рот энергию. Они стоят целая очередь и ждут на тонком плане. И я тогда подумала, что я эту программу изменяю. Я беру эти деньги с благодарностью, говорю, передаю через правую руку, главное, вот так вот роду, и говорю, возьмите, вам они нужны. Я беру, принимаю. Деньги – это же тоже энергия, конечно. Да, да, я увидела, что я где-то не принимаю, где-то что-то мне хотят дать, а я там отказываюсь. То есть у меня тоже вот эти всякие моменты. И я вдруг увидела, что да, я осознала это и сказала спасибо роду. Я это прожила, вот эту нехватку недостаточных, когда пришлось очень много работать ради каких-то там небольших средств, содержать детей. И я поняла, что эта модель неэффективная. Ее нужно завершить. Потому что в следующем этом уровне мы с вами уже должны быть свободны от этих ограничений. А при переходе, получается, даже вот это крыльцо символично, да, я крашу крыльцо в своем доме у мамы. Ну, на даче, да. Именно по роду мамы было вот это расплачивание. Да, наших всех. У нас даже не было земли долгое время. А тут у нас появилась земля, 50 соток, большая дача, дом деревенский, вот этот мы купили. И я крашу это крыльцо и думаю, вот будет красное крыльцо, как у девицы лицов. Ну, да, да, да. Мне пришла такая программа. Вот, потому что наша программа должна быть исцелена. Вот правильно. Вот по поводу программы я хочу сказать, еще раз вернуться вот к Горяеву. То, что наше тело получается, оно как биокомпьютер, квантовый, да, вот, ну, образно говоря. То есть совершенный, можно сказать, компьютер, который на самом деле мы просто не умеем правильно пользоваться до конца. Да. Не знаю как. И вот то, что ваша методика, вот это почему она очень хороша и вообще почему нужно медитировать каждому человеку. Я просто по себе понял, что я совсем, ну, другой человек, если я практику сделаю утром, даже просто медитативную, там, что-то музыку порядную послушаю, да, мысли упорядочу, как-то остановлю этот бег мыслей, у меня день складывается уже по-другому, не так, как если бы я просто там вскочил и побежал что-то сразу делать. То есть это два разных состояния. Поэтому это очень нужно. И вот эти атермахты, когда мы пишем, то есть не всегда мы можем сесть помедитировать, для людей иногда просто сесть рукой пописать. Хорошая методика, вот написать письмо ангелам, высшим силам, ну, светлым силам, во что человек верит. И надо просто все прописать, потом пойти сжечь. То есть человек не должен подавлять, если у него власть А сжечь в смысле плохое что-то или что? Ну, сжечь листочек бумаги прям физически можно. Нет, я имею в виду, что там, что там. Ну, ты если что-то вылил, да, какие-то переживания, какие-то страдания. Негатив какой-то, да, если. Да, ты не всегда можешь вот этим поделиться, и не всегда человек даже позволяет это проживать. То есть вот ему вроде что-то не нравится, но у него совесть, допустим, есть, не позволяет он себе это продумать. Я вот про эти финансовые ограничения вообще не думала. Пока я, главное, мы когда делали эту практику, я вижу, что я не беру и думаю, а почему я не беру-то эти деньги-то, правда, я же их заработала. Потому что страх родовой шел. А я их вот как-то, знаете, либо беру и быстренько куда-нибудь деваю, то есть они у меня исчезают, то есть я стараюсь там еще что-то. То есть это все вообще на самом деле стало замечать я, когда у меня уже пошли клиенты, пошла практика, что я не могу, например, с человеком много взять, или я цены не могу как бы опознать. То есть должно быть нормально, здоровое понимание и границ, и твоей ценности, и за что ты готов работать. Ну то есть что ты, где готов просто так подоить, а где нужно за это взять оплату труда, да? То есть вот, допустим, мы даем музыку вашу, а люди могут ее послушать бесплатно, а кому-то для проекта понадобится, он может уже заказать. Конечно, это уже так, да. Я вот считаю тоже. И вы даете этот, как скажем, нормальный баланс между вот нашим трудом, да, тем, что мы создали, и то, что человек готов получить в ответ, и мы тоже, поэтому в принципе. Вот я согласен с вами, потому что, видите, нельзя без баланса работать, нельзя абсолютно быть альтруистом каким-то абсолютным. Конечно, мы же материалом сидим в деле. Нельзя быть альтруистом, что только за деньги, все, только за деньги. То есть нет, нужно как бы давать людям, вот я считаю, вот я выкладываю музыку свою, да, например, я просто так вот даю, пожалуйста, слушайте. Но если там уже кто-то там захочет что-то заказать, тогда, ну, там как-то уже договоримся. Вот. И я считаю, что вот это действительно в балансе, потому что это, ну, и у вас так же получается. И самое главное, что вот это наши родовые программы, которые мы с вами, допустим, носим все, да, каждый человек, мы не святые все, иначе мы бы тут не сидели на этих стульчиках. Так что, поэтому, дорогие друзья, вот сделайте, пожалуйста, эту практику, которую мы с вами сегодня с Сергеем для вас продемонстрировали, и обязательно послушайте музыку «Пробуждение», которую мы сделаем еще ссылку на канал Сергея, на его ВК-группу, где тоже можно слушать композиции очень хорошие, классные. Спасибо большое. Да, и всем друзьям вашего канала желаю пробуждения, во-первых, перехода, благополучно перейти и воссоединиться со своим изначальным радостным мироощущением. Да, вот этим состоянием радости. Я прям рада сегодня, что мы раскрыли это понятие, потому что я не могла его одна, наверное, вот так сформулировать, то есть надо было, чтобы была какая-то связь, что у других людей… Вместе всегда лучше. Да, ну все, Сергей, всего доброго. Всего доброго. Спасибо большое за эфир. Всего доброго. До свидания. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова